так ну что друзья пришла мне пряжа сегодня четыре дня спустя ожидала я конечно что будет это все побыстрее но нет как я и догадывалась что партия цвета будет отличаться и это четко видно как вы видите да пряжа пришла более светлей а у меня который был в запасах цвет это один и тот же цвет но уже партия другая мой более такой как грязный что ли грязно-белый такой натуральный тут он больше молочный выглядит хотя цвет 04 до цвет 04 но партия совершенно другая поэтому поэтому начала рукава я буду распускать и уже вязать что делать уже буду вязать рукава именно новыми новыми моточками чтобы хотя бы два рукава были одинаковым цветом так что будут у меня к сожалению будет отличие но я надеюсь что когда изделие будет готова рукава связаны это не будет сильно так уж бросаться в глаза или критично не знаю не люблю я такие моменты но что поделаешь что поделаешь пряжи не хватило крючок мне также пришел вот посмотрите и вот такой крючочек 15 сантиметров он длины и семерка толщина крючка таким же крючком я вижу у меня восьмерка да я вот вязала все полотно восьмерка теперь буду вязать на семерке горловину и начало рукава вот установочный край сам я вязала на крючке номер шесть но теперь я немножко изменю здесь до рукав буду вязать также вот как я его и начинала вязать поворотными рядами это в точная в точное имитированы в точной рукав поворотными рядами при этом вывязывается вот такой вот как сказать ну складочки да здесь вывязываются чтоб рукав был пышный так ну все друзья приступаю к работе продолжаю вязать дальше результатом обязательно поделюсь здравствуйте дорогие рукодельницы здравствуйте дорогие гости меня зовут мария я очень рада приветствовать вас на своем канале как вы уже увидели видео до этого я поделилась с вами что пришла пряжа друзья которую я доказал до заказала для продвижения своего процесса и хочу вам сразу сказать продемонстрировать вот как вы видите изделие на мне к вашему наверное удивлению и к моему сожалению пряжа которую я докупила она не подошла по расцветке к сожалению меня так отчаялась но что поделаешь меня мне вариант разных оттенков не понравился иначе выглядели бы рукава сейчас они бы передавались на камеру совершенно другого оттенка я вам даже могу показать вот смотрите видите сама душка желе до связан одним цветом которую я заказала это уже оттенок совершенно другого оттенка пряжа и почему потому что партия разная понятно партия продукции партия ли серия до серии номер серии уже другой хотя один и тот же цвет цвет 0 4 я начала вывязывать рукав но увы мне результат не понравился затем я вам еще показывала что у меня есть такой оттенок серый серого цвета я думала что свяжу рукава серым цветом но увы также этот вариант также отпал и потому что я просто представляла джемпер с пышным рукавом который уже до этого видели я начала вывязывать имитацию вточного рукава и к сожалению мне не не хватило пряжи я распустила этот рукав которая начала распустила начала уже вязать рукав с нового матка но провязав один-два ряда я уже увидела что это комбинация совершенно но мне не нравится как будто взяли рукава от одного жемпера и пришили к другому не знаю этот вариант отпадает вот если бы я цвет внедряла вот где-то но второй оттенок примерно от от локтя до вырезала бы вот этот пышный рукав потом делала сужение и от локтя примерно могла бы еще помешать ну вот второй оттенок но у меня совершенно не хватило бы пряжи вот что осталось от 3 ма . оригинального цвета то есть серии партии оттенка который пряжи которая была связана сама жилетка да да друзья вот так и получилось я хотела и связать запасы пряжи и в итоге я купила еще три матка как вы видите эти три моточка я купила и что выходит что запасы у меня не связались но мне пряжа очень нравится я не ожидала что она так очень приятно будет выглядеть и тактильные ощущения очень приятные и что я буду делать буду конечно и связывать этот цвет он мне пригодится вот производители рекомендуют вообще-то вязать из этой пряжи шарфы ну как их называют лупы до фактусы люпы и шапки поэтому я хочу себе связать комплект шапку и возможно такой коротенький шарф не знаю коротенький или просто будет это люб или что это как на немецком это слово у меня выпало с головы бактус да наверное в любом случае друзья у меня будет шапочка я вот не знаю серого цвета делать или молочного цвета посмотрим у меня есть три матка теперь в запасах серый цвет и молот естественно прежде чем сдаться друзья я попыталась найти еще оригинал пряжи но поняла после того как обыскала и я зашла в интернет пересмотрела все возможные магазины которые продают именно пряжу грунтель даже на амазоне она предлагается но на амазоне один моточек стоит 6 евро 30 по моему очень дорого один моточек там были и в пачках 3 матка и спицы как как один сет и были по одному но этикетка этой пряжи было всегда вот такой да то есть уже визуально они выглядели отличались вот этикетка которые пряжи которая была у меня она была куплена уже года три назад а вот сейчас производитель уже производит ну вот именно поменял символ и название конечно осталось а этикетка визуально выглядит по-другому поэтому я искала прям задавала серию номера но мне ничего не высвечивалась я не находила везде предлагался номер четыре именно с новой этикеткой ну и после такой тщательной в поисках этой пряжи я перестала уже надеяться и думаю решила оставить изделие просто жилетом друзья и не пожалела у меня в гардеробе нет ни одного жилета последний жилет если я припоминаю носила наверное в детстве мама нам вязала без рукавки как мы их назвали до без рукавки мы говорили и в детстве наверное еще не знаю сколько мне было лет носила жилет я припоминаю последние года когда у меня были жилеты это мой первый жилет который появился в гардеробе хотя не так давно я вам рассказывала что хотела связать жилет такой же жилет один в один из магазина манку да я показывала в одном из предыдущих влогов но потом не знаю отвлеклась и почему-то я перед у меня упало настроение связать что-то одинаковое что уже где-то в магазине есть но не знаю почему может быть уже на меня повлияло то что у нас на улице стало теплее на тот момент по моему это была и причина да не то что одинаковое конечно можно всегда что-то копия в копию связать я часто вдохновляюсь кстати в магазинах вязанными изделиями и ищу себе идеи но на жилет у меня пропало настроение потом у нас стало тепло я такая думаю зачем сейчас связать что-то теплое совсем уже зима тут у нас плюс 16 было вот недавно недели и назад у нас было плюс 16 птички стали чирикать уже почки набухают набухать на деревьях на деревьях и так далее в общем друзья и вот так идея жилетом потухла у меня и как вы видите сейчас так получилось что из одной задумки получилось совершенно другая вещь изделие чему я очень рада и конечно я сейчас встану вам покажу вставлю фотографии еще надо сделать фотки ну и кто следит за моей странице в instagram на stories я уже также вставляла вчера фотографию намерялась юбкой карандаш мне очень я нашел на самом деле очень даже с удовольствием юбки платья ну конечно в спортивный стиль и такие жилеты можно носить как в элегантном стиле так и в спортивном то есть смотря что с чем вы будете это комбинировать с джинсами и рубашкой у меня рубашки есть разного стиля и изменяюсь и удлиненные и укороченные вот сейчас у меня блузка такого нежно персикового цвета очень красивое сочетание вот пряжа сама по себе такого оттенка ее легко комбинировать со всеми натуральными оттенками цветами персиковые даже ну можно сказать с яркими цветами голубая у меня рубашка из белая вот персиковая потом можно под что-то яркое под не садить тоже будет выглядеть красиво стильно вот так зародился у меня жилет друзья появился жилет гардеробе я конечно немножко снимала кое-какие этапы поэтому жилету что хочу сказать вот посмотрите вот сейчас покручусь немножко наверно надо мне стать подальше в общем посмотрите что здесь да я люблю свои изделия если задумана резинка для талии то я люблю чтобы именно тогда я хочу чтобы резинка оставалась именно в области талии а не сползала вниз куда-то да тем более сегодня я уже одела это изделие и она резинка растянулась в следующий раз все-таки надо брать спицы на размер меньше и вязать резинку потуже и что я придумала я просто самый верхний ряд вставила резинку виде корбина сейчас вам покажу вот такую вот резиночку купила в магазине тэдди 55 центов стоит 3 метра и вот такую резиночку друзья я вставила с изнаночной стороны иглой данная дело на иглу или крючком можете и в дело ее вот в самый верхний ряд вот она видите у меня проходит вот резинка не сильно туго чтобы главное чтобы она придерживала на том месте держала изделия где где бы вам хотелось вот и если я сниму резинку то без рука жилет он живут сползает вниз не держится резинка к сожалению потому что я ее связала немножко воздушно груб ну как грубовато надо было взять все таки крючок на размер меньше чтобы резинка была стянутой или просто по уже надо было ее сделать тогда я думаю она держалась бы на месте но ничего из каждого из каждого положения есть выход с помощью вот таких резиночек они кстати очень кстати я применяю их ну как можно сказать с удовольствием вязаных изделиях если именно нужно собрать вместе резинку или чтобы она ну как бы держалась была на том месте где надо купила сразу черного цвета такую резинку также потому что мне она нужна также на свой бомбер звездная ночь который до сих пор лежит и ждет пока придет молния к сожалению молния еще не пришла друзья я ходила на этой неделе к портной и она сказала что заказ сделан но они также ожидают я купила также черную резинку и на кардигане на бомбере также приберу резинку немножко вот такой эластичной резинкой чтобы все никуда ничто не расходилось это я делаю в моем случае друзья потому что но у меня это место тонкая немножко да и когда я ношу изделие она у меня сползает вниз резинка вязаного изделия конечно растягивает да вот таким образом друзья я укрепляю резинки если мне именно надо чтобы они сидели где мне надо то есть на в области талии а если это модель оверсайз и резинка должна быть там ниже бедер или как-то свободного пашину свободного образа то здесь конечно мне не нужны никакие прикрепления или резинки и так далее надеюсь вы меня поняли что я имею ввиду друзья да как я обработала рукава я это тоже этот момент сняла вставлю вам видео друзья не рукава а пройму рукава не имею ввиду просто дала строчку две строчки соединительной цепочки крючком также чтобы просто обработать визуально и придать форму проймы рукава друзья сейчас я покажу вам как обработала я пройму вырез рукава ну как обработала здесь этом можно назвать просто дала две строчки крючком цепочкой из соединительных петель первую строчку я проложила ну примерно да вот сантиметр отступайте от края прокладываете строчку на крючком на размер меньше у меня в моем случае получился даже крючок номер шесть но я связала немного посвободней потому что им не было легче удобнее вязать просто соединительными столбиками проделала строчку вдоль всего рукава затем также проложила строчку вторую уже на самом краю вот у самого края вдоль проймы и так визуально выглядит просто укрепленная пройма дорожкой из соединительных столбиков обыкновенно выглядит ненавязчиво очень просто и в то же время пройма укреплена и имеет окончание мне этот вариант понравился поэтому я остановилась на такой обвязки сейчас я буду обрабатывать второй рукав и вот края горловины также я сделала такое интересное шо ну не шовчик а прошила провязала крючком ряд также вам покажу вставлю в конце видео эти видео и кому интересно можете посмотреть друзья теперь вопрос будет конечно к вам я снимала видео как вязать такую резинку и узор и по моему я дошла в мастер-классе до проймы хотите ли вы это иметь в виде то есть мастер-класса потому что я думала будут а снимать дальше если свяжу рукава сделаю общий обзор на весь джемпер но но тут не знаю даже на что снимать потому что изделие очень простое и думаю на такой жилет до каждый может себе связать жилет здесь идет резинка просто спинка перед и обвязка горловины поэтому я не стала ничего монтировать дальше не ничего не сделала думаю спрошу зрителей сначала прежде чем буду сидеть 2-3 часа монтировать из вот таких маленьких маленьких кусочков спрошу вас нужен ли такой мк на резинку на узор и как бы ну в общем может быть на эту жилетку не знаю если у вас есть интересно пишите я если нет то как бы не буду тратить времени зря друзья я вас благодарю за ваше внимание я очень довольна результатом и у меня готовая работа января уже готова хотя такая она очень простая но все же теперь какие у меня будут планы на эту пряжу что касается этой пряжи я хочу себе связать на ну вот может быть даже на днях шапочку так как у нас погода изменилась у нас очень холодно вчера у нас было плюс 8 с утром к обеду стало уже ну плюс 8 минус 8 извиняюсь минус 8 потом была нулевая температура но все-таки для нас это холодно здесь очень сыра и неприятно серая погода и кто знает сколько это еще продлится у нас только январь на дворе поэтому шапочку себе обязательно свяжу потому что шапки у меня держатся очень долго это ведь не последняя зима поэтому пригодится на этом друзья хочу закончить свое короткое включение поблагодарить вас за ваше внимание жду от вас ваши комментарии обратную связь и до следующего включения мои дорогие а я сейчас допью свой вкусненький чай сделала себе чай с ароматом оранжа и еще положила в чай шиповник сухой шиповник и яблоки этим чаем поделилась со мной мама она сама собирала яблоки сушила собирала шиповник и также она собирает травы и из трав сама комбинирует миксую чай и ну вот как бы так у меня мама так любит этим всем заниматься и я очень рада если получаю от нее что-то такое вкусненькое друзья на этом всего хорошего пока пока до следующего включения и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok